всем привет давайте немножечко о событии последний выживший точнее как правильно называется последний оставшийся в живых бета-тест ну как обычно с 1 по 20 и с 101 по 104 регион это пройдет потому что это регионы для тестирования но почему-то там играют обычные игроки и так видение last on standing это новое поле битва основанное на выживании в котором одновременно будут участвовать 100 выживших в этом новом режиме стратегической игры вам понадобится нечто больше чем просто грубая боевая мощь ваша конечная цель стать последним оставшимся выживших правила после выхода на поле боя вашему городу будет присвоено определенное количество хп поле боя окружено стадами ходоков которых периодически будут перемещаться ближе к середине карт как это будет происходить пока непонятно города потеряют хп когда они будут окружены стадами ходоков обязательно отойдите от стад под ходоков как можно скорее ратуши также потеряют хп когда на них нападут другие выжившие если ваш хп достигнет нуля вы будете выбиты из боя когда начнется битва все ваши атрибуты развития будут сохранены однако будет доступна только одна из ваших мартовских очередей что это непонятно вы должны исследовать ближайшие районы чтобы рассеять туман как можно скорее вы можете получать очки или предметы собирая побеждая ходячих занимая здание и многое другое не забывайте также регулярно переезжать в более безопасный район чем дольше вы выживите тем выше вы будете занимать место в рейтинге что даст вам более щедрые награды очки вы должны набрать определенное количество очков прежде чем сможете перейти в некоторые центральные области карты но в принципе что от вас и требуется чтобы в центр перемещаться предметы предметы могут помочь вам разблокировать больше очередей на марш специальный баф восстановление хп и многое другое игроки могут исследовать заброшенные сообщества выбывших выбывшие игроки чтобы забрать из них предметы которые они затем могут использовать своих интересах то есть заброшенные сообщества это те игроки которые уже вылетели важные примечения в сражениях не будет потерь только раненые перед выходом на поле боя ваши госпитали должны быть пустые но в принципе как в рз и так же как в сав вы восторге от новой функции теперь переходим дальше ну давайте читать что у нас есть по инструкциям первое фиксированное количество сражений будет проходить каждый день в определенный временный интервал вы можете зарегистрироваться в удобно для вас время вы можете зарегистрироваться и выбрать время в течение периода регистрации очень интересно как это что как я могу время выбрать но я так понимаю это раз в день будет проходить вы можете отменить регистрацию в течение периода регистрации вы можете отменить регистрацию или изменить свою информацию после окончания периода информации входить как только регистрация закончится вы вступите в подготовительный период в течение которого сможете максимально улучшить свою боевую мощь чтобы увеличить свои шансы на выживание на поле боя как только битва начнется участников будет пять минут чтобы выйти на поле боя вы не можете выйти на поле боя После 5-минутного периода Убедитесь, что вы вовремя вышли на поле боя Следующее После выхода на поле боя Каждому городу будет присвоено определенное количество хп Если их хп достигнет нуля Они будут выбиты из боя Поле боя будет покрыто туманом Который может быть очищен только путем исследования На поле боя вы можете зарабатывать очки Или предметы, собирая и убивая ходячих Занимая здания и многое другое Ваше количество очков определит Сможете ли вы двигаться к центру карты Ваша конечная цель проложить себе путь к центру И стать последним оставшимся выжившим Предметы могут помочь вам разблокировать Больше маршевых очередей, специальных бафов Или некоторых уникальных предметов Поле боя окружено стадами ходячих Которые будут перемещаться ближе к середине карты Через равные промежутки времени Ваша ратуша потеряет хп Когда ее окружат стада ходаков Грузовик снабжения Грузовики с припасами будут случайным образом появляться на карте Вам нужно будет отправить отряд, чтобы забрать их Вы получите припасы Как только ваш отряд вернется в ваше поселение Лагеря Лагеря будут случайным образом появляться на карте Занимайте их, чтобы заработать очки Ходячие На карте появятся странствующие ходоки Победите их, чтобы получить определенные предметы Сообщества Сообщества будут отображаться в фиксированных местах на карте Занимайте их, чтобы заработать больше количества очков Заброшенное сообщество Если хп игрока города достигнет 0 Он будет уничтожен и станет заброшенным сообществом Другие игроки могут исследовать заброшенное сообщество Извлекать из них неиспользуемые предметы Затем они могут использовать предмет для своей собственной выгоды Туман В начале поля боя полностью покрыто туманом Туман в населенных пунктах со временем рассеивается автоматически Остальная часть карты должна быть рассеяна вручную путем исследования Для определенных областей у вас должно быть определенное количество очков Прежде чем вы сможете их исследовать Ну, на примере это как с сообществами То есть четвертое сообщество, оно открывается Но вы там ничего не можете строить Потому что у вас не хватает просто очков для этого Ну, аналог проводим Ходячие стада Стада ходоков будут двигаться к середине карты Через равные промежутки времени Города, находящиеся в пределах досягаемости Стад ходоков будут постоянно терять хп Пока не будут уничтожены Убедитесь в том, что вы как можно скорее отошли от стад ходоков Чтобы избежать уничтожения Сражение Вы можете отправить бойцов атаковать Или занять любую цель Нет ни кланов, ни друзей, ни союзников Здесь только враги Атака Иногда одного из ваших формирований может быть недостаточно Чтобы победить ваших противников Но здесь вы можете отправить несколько формирований одновременно Чем дольше вы выживете Тем выше ваше место в рейтинге Если два или более игроков выживают одинаково долго То тот, у кого больше очков, занимает более высокое место Награды Вы будете получать награды после каждого сражения В зависимости от вашего рейтинга Выживете до конца, чтобы получить лучшие награды Ну и переходим к самому интересному Я так понимаю, эта регистрация будет проходить раз в день Вот здесь вот вы на картинке можете увидеть, что доступна регистрация После регистрации у вас будет отображаться время Что по наградам? Давайте смотреть За первое место 30 тысяч очков опыта Я считаю, что это круто Считайте, за 899 рублей продается 50 тысяч опыта А тут предоставляется 30 тысяч опыта Два ключа Десять карточек И 30 медалей сражения Я считаю, что за первое круто Но давайте рассмотрим какой-нибудь Допустим, вы взяли 6-й, 10-й Это 15 тысяч опыта Две золотые карточки Десять медалей сражения Самое главное, мне сейчас это кажется Что это медали Точнее, опыт выжившего Вот этого нового Ну и давайте посмотрим Тут послабже, когда играют Если вы даже 61-я сотая в самом начале вылетели Вы 6 тысяч опыта в любом случае получите Поэтому участвовать здесь нужно Будет ли тут рейтинг? Непонятно Либо разовые награды Но пока только такая информация имеется Так что скажем всем спасибо За предоставленную информацию И будем ждать этого события Продолжение следует...